Приветствуем, дорогие друзья! В этом ролике мы расскажем вам, чем еще можно заниматься на чудесном каталонском побережье Коста-Браво, кроме того, чтобы валяться на золотистом песке, плескаться в прозрачных водах Средиземного моря и поедать морские деликатесы, получая стопроцентный заслуженный релакс после напряженного трудового года. Собственно, в том, чтобы валяться, плескаться и поедать, ничего плохого нет, и даже наоборот, это полезно, приятно, это здорово и классно, и морские курорты, собственно говоря, для этого и существуют. И все же, на свете не так мало людей, предпочитающих несколько более активный отдых, нежели сладкое пляжное ничего не делание. И такие люди, повалявшись на пляжах пару-тройку дней и слегка утомившись от этого беспредельного сладкого ничего не делания, начинают озираться вокруг. А чем бы еще тут заняться? Ну, чем-то более активным, что ли? Спешим успокоить и обрадовать, дорогие друзья. На Коста-Браво есть немало альтернатив пляжному анабиозу, и одна из них – прогулка по Камиде-Рондо. Старинная пешеходная тропе в точности повторяющая замысловатое очертание скалистого побережья Коста-Браво и дающая, как никакой другой пешеходный маршрут, возможность насладиться всем сразу. Соленым и свежим воздухом море, насыщенно золотистым цветом скал, густой зеленью пиней, безбрежной морской синью, прозрачной водой крохотных бухт с пляжами максимум на 10 человек и полной изолированностью от внешнего мира. По этой славной старинной тропе мы и приглашаем вас прогуляться вместе с нами. Ну че там? Нормально. Да, на этой дороге все действительно более чем нормально, и очень красиво при том. Маленькая заставка и поехали. А стартовать мы решили из великолепного городишки Плая де Ару. Надо сказать, что городишко совсем небольшой. В обычном режиме, то есть в межсезонье, здесь проживает не более 12 тысяч человек. Хотя в сезон количество их возрастает до 90 тысяч. То есть мы понимаем, что с одной стороны Плая де Ару это курорт и довольно мощный курорт. Однако ни в коем случае не такой мега популярный и супер раскрученный, как тот же Юрет де Мар, расположенный неподалеку. По сравнению с Юрет или той же Калией, Плая де Ару обладает гораздо большей степенью камерности, эксклюзивности и элитарности. И что интересно, большая часть вот этих 12 тысяч местных жителей это весьма небедные люди. Примечательно, что многие из них родились за пределами Испании. Это состоятельные европейцы, либо выходцы с постсоветского пространства, которые в свое время совершенно обоснованно решили, что Плая де Ару это частное воплощение маленького рая на нашей грешной земле. И приобрели здесь недвижимость, а со временем и перебрались сюда на постоянное место жительства. Ну и честно говоря, довольно приятно знать, что в нашем нестабильном и непредсказуемом мире есть такие маленькие оазисы откровенного благополучия. И один из них находится на Коста-Брама. И русскоязычный люд, в немалых количествах там проживающий, думаю, наткнувшись на этот ролик, будет полностью солидарен с этой оценкой. И люди по улицам здесь ходят милейшие, какие-то холеные, ухоженные и красивые. Впрочем, это далеко не только местные. Хотя на дворе январь и море не работает. Зато посмотрите, невзирая на воскресенье, работают все магазины. И не просто работают, а проводят агрессивную скидочную политику. И поверьте, для того же барселонца, либо жителя глубинной части Каталонии, вполне себе удовольствие прокатиться в Плайо, прогуляться вдоль моря, пошопиться в сласть, отведать морских деликатесов в одном из ресторанов. Ну что еще, скажите, нужно, чтобы праздник выходного дня полностью удался? Ну а многие приезжают в Плайо-де-Ар с той же целью, с какой приехали сюда мы. Загулять по Камиде-Рондо. Так что хватит баловаться, пойдемте загуливать. А, кстати, пока мы не ушли совсем уж далеко, самое время еще раз с вами поздороваться и рассказать немножечко об истории этого славного пути. Приветствуем, дорогие друзья. Пришла зима, туристов стало поменьше, свободного времени побольше. И решили мы один из своих свободных дней посвятить визиту на Коста-Браво, знаменитое курортное побережье, и пройти по одному из участков Камиде-Рондо, дороги между морем и скалами. Дороге Камиде-Рондо, дорогие друзья, больше тысячи лет, а протяженность ее, представьте, составляет свыше 200 километров. Она стартует от городка Бланес, это примерно 65 километров от Барселоны, и заканчивается аж в Порт-Боу. Иными словами, Камиде-Рондо – это глобальный маршрут, и для того, чтобы на него попасть, вовсе не обязательно ехать в Плайо-де-Ар, как сделали мы. Вы можете без каких-либо проблем попасть на эту тропу, отдыхая в Бланесе, Гюрете, Калейе, Тосе-де-Мар, Паламосе или Кадакесе, и гулять в свое удовольствие. А удовольствие вы в любом случае получите, и не маленькое, это мы вам 100% гарантируем. Потому что, учитывая замысловатость береговой линии, сопровождающие вас пейзажи, будут меняться с невероятной частотой, неизменной останется лишь их красота. Тропа то и дело будет нырять в многочисленные тоннельчики и пещерки, чтобы каждый раз, когда вы выйдете на свет Божий, одарить вас очередным великолепным видом. Делали эту дорогу для того, чтобы связать между собой крохотные рыбацкие поселения на Коста-Браво. Кстати, отмечу, Коста-Браво в переводе означает берег смелых или берег отважных. Потому что все побережье сплошь изрезано скалами и, по сути, состоит из крохотных бухточек с маленькими пляжами, зачастую на 10-12 человек. И плюс к тому, здесь немыслимое множество скал, едва прикрытых водой. Поэтому причаливать к этим берегам всегда было очень опасно. Зато это настоящий рай для контрабандистов. Вот представьте себе, идет на некотором удалении от берега сухогруз, который в условленном месте сбавляет ход до минимума и тут же к нему плывут наши четкие каталонские контрабандисты. Товар перегружается на лодки, а потом прячется в этих великолепных бухтах. А затем этот товар наши четкие каталонские контрабандисты, всегда находившиеся в великолепной физической форме, поднимали наверх по отвесным скалам Коста-Браво, перегружали на грузовички и развозили по точкам розничной сети. Вот так это все работало. И все это начало процветать с 19 века. Именно тогда, в 19 веке, Ками-де-Рондо, то есть дозорный путь, стал активно использоваться испанскими карабинерами и представителями гражданской гвардии. В попытках нанести хоть какой-то, хоть самый малый урон этим злосчастным контрабандистам. Второй пик расцвета контрабанды пришелся на 40-е годы 20-го столетия. Только-только закончилась гражданская война, победил Франко, в стране был установлен фашистский режим, и Испания, надо сказать, оказалась в глухой изоляции. Многие товары сюда фактически не попадали, многие отсутствовали как класс, а некоторых имелось мизерное количество. Именно по этой причине с 40-х годов прошлого века контрабанда получила вторую жизнь. Чем контрабандировали наши контрабандисты? Листовой табак, пенициллин, сахар, кофе, шелк, шоколад, косметика. Испания контрабандировали всем, что представляло хоть какой-то потенциальный интерес, и чего в Испании катастрофически не хватало. Испанские газеты той поры буквально пестрели заголовками статей о очередной кровавой стычке с контрабандистами. Или о неуловимой лодке контрабандистов, которая уже десятый раз уходит прямо из-под носа гвардии Сивиль. Или о каком-нибудь контрабандном суденышке, которое все-таки удалось захватить. Кстати, до сих пор многие великолепные калос, то есть бухточки Коста-Браво, носят свои имена в честь тех или иных событий, связанных с контрабандой. Как, например, табачная бухта. В свое время названная так по той простой причине, что здесь регулярно разгружали контрабандный табак. Ну а мы продолжаем гулять. На этот раз, как в известном мультфильме, мы решили уйти на север, в направлении Сант-Антони де Колонджи и Паламос. Это не самый короткий и не самый простой из популярных участков пути, зато один из самых красивых. Кстати, знаете, что находится за стеной слева? Участок с вилой счастливого владельца и непосредственно на уровне верхнего края стены бассейн. Представляете, какие виды от этого бассейна открываются на рассвете или на закате? А вот через эту стальную дверцу вышеупомянутый счастливый владелец может выйти прямо на Ками-де-Рондо и спуститься к воде. Настоящие счастливчики живут в этих местах, честное слово. Но вернемся к нашей дороге. Официально протяженность Ками-де-Рондо между Плайо-де-Ару и городком Паламос, известным своими креветками, составляет около 9 километров. То есть, с учетом обратного пути, получается около 18 километров. Но мы, честно говоря, в этот раз и не думали проходить этот путь целиком. Зачем? Зачем нам этот официоз? Мы же не гонимся за большими спортивными достижениями и не выполняем норматив названия мастера спорта. Мы просто гуляем, наслаждаемся видами и всячески получаем удовольствие. Поэтому мы рассудили, что 5 километров в одну сторону будет для нас вполне достаточно. 5 километров в одну сторону, плюс 5 километров в другую и вуаля, десяточка у нас в кармане. Кстати, великий каталонский архитектор Антонио Гауди, не отличавшийся крепким здоровьем, всю жизнь страдавший артритом, тоже старался до самого зрелого возраста нарезать в день эти самые 10 километров. Заявляя, физические страдания укрепляют нас духовно. На этот минимум Гауди мы и решили в этот раз ориентироваться. К слову сказать, ровно так же, то есть философски, относятся к Ками де Рондо и многие каталонцы. Люди по самой сути своей нацелены на то, чтобы из любого события постараться извлечь максимум удовольствия. Многие вообще отгуляли от Плая де Ара километра на полтора, уселись на нагретых теплым зимним солнышком камнях и предались медитации. И это, дорогие друзья, категорически правильно. Что касается уровня физической подготовки, необходимого для прогулки по Ками де Рондо, в принципе, достаточно минимального. Если вы хоть как-то, хоть когда-то покидаете уютную норку своей квартиры и выходите во внешний мир, это дорога для вас. Да, Ками де Рондо никоим образом не тяготеет горизонтальности. На протяжении всего пути встречаются многочисленные спуски и подъемы. Дорога то поднимается к верхнему краю скал, то спускается к уровню моря и выходит на очередной пляж. Но опять же, темп и длительность прогулки избираете вы, так что никаких проблем с этим не возникает. Опять же, для тех, кто подустал, на некоторых участках пути предусмотрены скамейки, на которых вполне себе можно отдохнуть. И выпить, скажем, чашечку кофе. Правда, кроме кофе у нас с собой был еще и вкусный пирог из меркодоны с курицей и грибами. Однако из этических соображений процесс его поедания показывать мы не будем. Кстати, конкретно эта скамья навела меня на некоторые лирические размышления. Кстати, на некоторых участках Камиды Ронда для удобства пользователей, что называется, установлены вот такие симпатичные скамейки. И, кстати, на примере именно этой скамьи я впервые в своей жизни понял, что означает выражение «у него железные яйца». Посмотрите, на этой скамейке однозначно сидел человек с железными яйцами. Что же, хулиганы и вандалы, увы, встречаются и в Испании. Ну а мы, набив брюхо, отправились дальше. Теперь уже с еще одной конкретной целью – выгуливать только что наеденные калории. Кстати, при виде этого одинокого суденышка, под сильным впечатлением от собственных недавних рассказов, мне почему-то сразу подумалось – вот она, неуловимая лодка контрабандистов. Хотя, разумеется, это совсем не так. Кстати, на некоторых пляжах люди не просто отдыхают, но даже и купаются. Хотя сейчас январь, и вода не самая теплая. Вот, например, целая Афродита, выходящая из пены морской. А посмотрите, какой крупнющий на некоторых пляжах песок. Так мы гуляли и внезапно обнаружили, что уже прошли свои пять заявленных километров и даже больше. А значит, самое время возвращаться обратно. Подытожим. Прогулка по Камиде Рондо, этому старинному пути рыбаков, таможенников и контрабандистов – великолепный и абсолютно доступный для всех вид отдыха. Это отличный бесплатный тренажер в окружении поистине райских пейзажей Коста Браво. Так что приезжайте, гуляйте и наслаждайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спасибо за просмотр, дорогие друзья! Надеемся, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а соберетесь к нам – рекомендуем наши экскурсии по прекрасной Барселоне. Обещаем полное погружение и массу позитивных эмоций. Еще раз спасибо, подписывайтесь и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok